Перейдем к тому, что есть в Миндии, а потом я покажу какой-то пример такой практически. Я сделал такую группу, в которую добавил все, что нашел в интернете, но я, правда, искал не очень долго, там неделю где-то, но тем не менее. Вот, и мы прямо сейчас по этой группе пройдемся. А, еще у меня есть вот такая табличка, в которой я свел некоторые алгоритмы. Собственно, Маджента. Маджента – это проект Гугла, значит, в США находится команда Маджента, и они, в принципе, на сегодня сделали, наверное, четыре, по-моему, насколько я помню, по-моему, четыре сделали вот основных таких алгоритмов. Это Basic алгоритм, Basic RNN. RNN – это мы как раз сейчас рассматривали вот эту сеть вот с временными зависимостями. Это именно ты сейчас по музыкальному идешь? Да-да, я только музыкальные сегодня буду рассматривать. Если не музыкальные, то будут специально говорить об этом. Вот, Маджента – это именно музыкальная группа гугловая, которая занимается генерацией музыки. Вот, соответственно, они сделали Basic RNN, это понятно, это примерно то, что я рассказывал. Затем они сделали Lookback RNN. Значит, это что? Это такой же RNN, то есть LSTM – это Long Short Term Memory сеть. Это, скажем так, следующее поколение RNN сетей. Значит, но с дополнительными входами. То есть они на вход сети подавали еще всякую предварительную, предыдущую информацию. То есть всякую информацию, которая позволила... Ну, как бы такое развитие вот этих RNN-сетей, оно шло в том направлении, чтобы при генерации у сети было больше и более полезной информации о том, что было раньше. Потому что в таком типичном варианте вот этой RNN-сети тут передается, по сути, вот только какой-то здесь вот какие-то циферки передаются. Ну, то есть то, что сеть сама придумала передать, вот она здесь передаст. И у нее тут, по сути, не так много, на самом деле, каналов передачи. То есть на каждый нейрон есть только один канал передачи. Ну, то есть можно так рассматривать, что у каждой сети есть одна ячейка памяти. У каждого нейрона есть одна ячейка памяти. Вот. А этого как бы недостаточно. То есть что там сети... Чему соответствует эта ячейка? Это нота, доля, что это? Как это понимаете? А вот это уже зависит от того, как сеть обучилась. То есть это ее внутренняя кухня. То есть то, что сеть решила передавать между вот этими временными слоями, да, то она и будет передавать. Ну, например, она может передавать, например, тональность. Ну, к примеру, да. Вот. Она может передавать аккорд. Она может передавать, например, какую-то просто предыдущую ноту. То есть фактически, да, то есть вот эту ноту она может просто передать сюда. Для того, чтобы ей проще было загенерить, чтобы у нее было уже для генерации две ноты. Она может передать, попытаться какую-то несколько нот, например, да. То есть это уже все вот как раз вопрос обучения, и мы это не сильно контролируем. Вот. А хотелось, чтобы можно было передать в сеть вот сюда, да, например, какую-то еще информацию, которая позволит сети более, так сказать, заведомо... Ну, то есть ограничить ее вообще, во-первых, в выборе того, что она передает себе из прошлого, да, а во-вторых, на самом деле увеличить объем этой информации. Вот. И в итоге, значит, стали передавать сюда, например, всякую информацию о прошлом. И вот постепенно, вот очень интересно, вот эта идея вообще RNN-сетей, она постепенно за счет передачи все больше и больше информации из прошлого, постепенно RNN-сеть полностью преобразовалась в трансформер-модель. Вот. Трансформер-модель отличается тем, что вот этой связи вообще нет. Вот. То есть трансформер-модель, она полностью работает уже на вот этих внешних связях. То есть специальной связи... Какой связи нет? А вот этой связи уже нет просто. То есть эта сеть перестает быть, так сказать, рекуррентной. То есть она перестает быть... Вот ячейка памяти удаляется. Все. Вот. Вместо ячейки памяти мы начинаем ей передавать кучу всякой предыдущей информации. Вот. Но при этом сеть уже начинает перегруженно становиться этой информацией. Поэтому сеть должна... То есть у сети появляется вместо вот этой ячейки памяти возможность учиться, а что из того, что мы ей даем... А мы ей начинаем давать очень много информации вот сюда, да? А что из того, что мы ей даем, стоит вообще воспринимать, а что не стоит? То есть ее обучение, оно начинает быть направлено не на то, чтобы упаковать вот здесь вот какую-то информацию, себе же передать, да, на следующем цикле, что достаточно сложно. А ее обучение начинает быть направлено на то, чтобы выбрать из того массива информации большого, которую мы ей постоянно даем, то, что ей действительно пригодится. Вот. Ну, вот это вот такая, так называемая, трансформер-модель. Она была, по сути, сделана вот в прошлом году только. И в этом году ее новый вариант сделать. То есть это прямо самое вот на острие сейчас вот науке как бы идет вот трансформер-модель. На самом деле та трансформер-модель, которая сейчас доступна, она не очень хороша. То есть у нее есть свои проблемы, но она сейчас вот дорабатывается учеными. И, по большому счету, вот новая модель вышла в феврале, но еще пока недоступна в библиотеках. То есть это такая вот самая современная тема. Вот. А на самом деле модель, она больше всего применяется для работы с языком, то есть работы с текстом. Вот. Поэтому, собственно, ну она в том числе приходит и в музыку. Соответственно, почему я это рассказал? Потому что на примере Magento как раз видно вот эту вот эволюцию. То есть сначала Magento начала с обычной RNN-сети. Я здесь ее не показываю, но все равно когда-то была там, basic RNN. Потом она пошла давать на вход дополнительную информацию. Затем был придуман алгоритм Atention. Значит, Atention-алгоритм – это как раз то, что я рассказал, что на вход каждого вот этого вот нейрона подается… Ну, не каждого нейрона, но каждого, скажем так, каждого инфлятора. И, да, на вход каждого запуска сети подается какая-то предыдущая информация. А вот затем, собственно, переходом от Atention RNN-а к трансформер-модели было просто удаление вот этой связи. Ну, конечно, не просто так, там еще было куча изменений, но вот это было самое важное изменение. И таким образом, значит, RNN-сеть… А какая информация передается, это мы, значит, соответственно, решаем… Сеть решает это. Какая информация сюда передается, да? Ну, да. То есть вот этот как бы фильтр, получается, сеть этим занимается. Вот я сейчас покажу, как это выглядит. Вот эти вот кружочки и линии представляют собой непосредственно вот эти связи, о которых я говорил. То есть сеть… Причем эти, на самом деле, связи, которые выделены кружочками, это именно те связи, которые сеть решила, что они важны ей, да? Если мы пойдем дальше, мы увидим, что она часть просто уже нот, несмотря на то, что они ей тоже подаются, она уже не будет их рассматривать как важные. Вот здесь как раз было видно, что в момент генерации вот этого… ну, вот этой фактуры, да, она просто на нее и ориентировалась. То есть она больше ни на что не смотрела, вот что интересно, да? То есть она решила, что вот давай-ка я сейчас буду генерировать эту фактуру и буду смотреть именно на ту фактуру, которая была. Вот, ну и так далее. То есть вот это принцип. Как он реализован, там это все нужно читать, куча статей. Но идея в том, что сеть получает на вход все, что было раньше и выбирает то, что ей нужно для того, чтобы сгенерировать музыку. Вот. Да. Ну, это она здесь анализирует пока, да? Или она и генерирует тоже? Нет, это генерация. Генерация, да? Да, это генерация. Тут, наверное, на вход что-то поддается. Вот. Ну, тут вариантов много. То есть сеть может либо с нуля генерирует, либо вот как в данном случае, например, генерирует вот из этого мотива. Вот из этого, так скажем, мотива, да? На самом деле я тут не могу точно сказать, это генерация или анализ. Ну, это не так сейчас важно. Вот. В принципе, в таком ключе сеть писать может сейчас. То есть. Вот. Поехали дальше. Значит, вот мы посмотрели вот эти штуки. Значит, ну, параллельно, в принципе, вот еще интересно, что на самом деле, кроме сетей, продолжают еще существовать некоторые другие алгоритмы. Ну, они менее распространены, но, как ни странно, они дают неплохие результаты. Вот. Ну, такими самыми, наверное, важными примерами это является вот DeepBug и это еще Дэвид Коуп. Это Дэвид Коуп, это, значит, ученый, ну, это такой, значит, не знаю, насколько он ученый. То есть это человек в Штатах, который, вот по нему, значит, тут у меня, знакомый Павел Юркин, он даже целый такой же сказал, он ездил к нему на неделю или на две, там, на, значит, мастер-класс. Вот. И когда вернулся, он вот рассказал, что там и как делается. И на самом деле Дэвид Коуп использует, собственно, обычные вероятности марковской цепи, на самом деле. Ну, да, вот, собственно, вот это вот видео можно посмотреть. Здесь по-русски рассказывает Паша про это дело. Вот. Ну, и также есть ссылки на то, как звучит эта музыка и как она генерируется. В общем-то, подход, на самом деле, конечно, не такой простой, но основная суть очень простая. Делаются, значит, вот такие... Анализ музыки выполняется так, то есть идет, например, вот первая нота или там гармония, неважно, да, вторая нота, третья, четвертая, пятая нота, например, вот в каком-то произведении в базе, да, вот. И алгоритм просто запоминает, после этой ноты, например, вот здесь нота ля, да, а здесь, например, идет нота до. Соответственно, он запоминает, что после ноты ля может быть нота до. Потом у него еще там 10 тысяч произведений, значит, и в каком-то месте у него после ноты ля, например, идет нота ре. Вот, и в простейшем виде, если совсем все упростить, то алгоритм просто знает, что после ноты ля может быть либо нота до, либо нота ре, причем нота ре, например, встречается в два раза чаще. И просто-напросто при выборе следующей ноты он выбирает только те ноты, которые идут после ноты ля, и при этом вероятность... Как-то как-то с учетом тональности должно происходить. Да, там много нюансов, там идет приведение к одной тональности, может идти, может не идти, там, да, в зависимости от алгоритма. Вот, там могут аккорды сразу, да, генерироваться, то есть это могут быть столбы, например, да, вот как у Паши, например, Юркина, у него столбы сразу преобразуются ноты, то есть некоторые гармонии сразу, да. Вот, и в итоге, значит, например, если вот в нашем самом простом таком варианте, то будет, когда нота ля, то у нас в два раза чаще будет нота ре, и в два раза реже будет нота до. Других нот просто не будет у нас. Поэтому получается, что музыка, которая будет сгенерирована, она как бы по сути является вроде бы плагиатом, то есть она содержит только те последовательности нот, например, которые есть в исходной базе. Но при этом комбинации этих последовательностей, они как бы всегда новые. Но так же учитывают сценария, она не только последняя нота здесь, или как? Да, бывают разные подходы, может учитываться несколько нот, но простейшая марковская цепь, она подразумевает учет, ну, первого ранга, да, она подразумевает учет только одной. Ну, как бы это уже не будем детально здесь останавливаться, это достаточно такой алгоритм в целом примитивный, хотя понятно, что его можно там дальше развивать как угодно. То есть его можно там чего угодно с ним делать. И многие, очень многие на самом деле вот пытаются заниматься такой вещью. Вот. И то же самое вот как раз дебаг, он именно ориентирован на марков чейн Монте-Карло. Это немного, так сказать, видоизмененное вот это вот все там, это сэмплирование, алгоритм сэмплирования на основе функции вероятности. Но смысл этого именно в том, что мы запомнили, какие вероятности последовательности нот есть в исходной базе, и пытаемся сохранить, либо же как-то отталкиваться от этих вероятностей последовательности, да, генерируя новую музыку. И в результате получаем музыку ту же, но как бы структуру, статистику этой музыки мы сохраняем. Вот такая вот, такой подход. На самом деле этот подход, в общем-то, лежит в основе всех нейросетей. Ну, может быть, не всех, да, многих нейросетей. Потому что ведь нейросеть, она в принципе как раз научившись музыке, которая есть там в базе, да, она, собственно, пытается в некотором роде повторить эту музыку. Но повторить не один в один, а так, чтобы соблюсти некоторые правила, которые она вывела. Но в данном случае мы правила сами определили, то есть это последовательность, что за какой нотой, да. А нейросеть, она сама может какие-то правила выводить, но они в RNN-сети, в принципе, все равно связаны с последовательностью нот. Вот. Следующий интересный алгоритм – это алгоритм, который связан уже с reinforcement learning. Он что делает? Ну, вообще, reinforcement learning, я начинал об этом говорить, что это алгоритм, который анализирует работу в сети не только на основе того, насколько ей удалось повторить музыку, которая есть в базе, а также или так же, или там только на основе того, насколько музыка хорошая, например, да, или же на основе того, насколько эта музыка, ну, понравилась людям, там, не знаю, все что угодно. Что она там содержит? Какие-то другие принципы. То есть это не сравнение с тем, что было, а вот какой-то другой подход. Ну, в данном случае вот этот алгоритм, он вводит некоторые правила музыкальные, о которых я уже говорил, и таким образом объединяет генерацию из базы и, значит, и, собственно говоря, вот эти правила. Причем, что интересно, на самом деле эти правила, ну, говорят, да, что эти правила, они ввели из-за того, что столкнулись с самой большой проблемой нейросетей – это overfit. Наверное, это сейчас самая большая проблема, хотя, ну, конечно, проблем хватает, но что это за проблема? То есть проблема overfit заключается в том, что сеть слишком хорошо научается повторять то, что есть в базе. То есть она научилась, она тренировалась на некоторой базе и стала генерировать, по сути, то же самое. Вот. Это частая проблема всех сетей, которые, скажем так, не проверены. То есть, например, ну, вот, не знаю, сейчас так на вскидку я не найду такую сеть, но многие, кто пишут в сети, они просто не проверяют, что же сеть реально сгенерировала, а выясняется, что сеть просто-напросто взяла и аранжировала там произведения, которые у нее там в базе есть. Вот. Как с этим бороться? Есть куча подходов, и это достаточно из такая область, ну, как бы исследованная детально, да. Подходов очень много. Один из подходов, я уже сегодня рассказал, это уменьшение размерности. То есть когда мы, например, в CNN-модели мы объединяем соседние пиксели, и таким образом мы не даем сети слишком много информации о том, что было, чтобы сеть не слишком привязывалась к исходной информации, да. Вот. Другой принцип – это случайное выключение нейронов. То есть какие-то нейроны просто случайно выключаются и перестают случайно работать. Вот. Что дает в сети некоторую такую вот стахастическую компоненту, добавляет. Потом есть регуляризация, это сложный механизм, мы его рассматривать сейчас не будем. Но вообще вмешательство, извини, что перебиваю, вмешательство в работу сети со стороны пользователя, оно, ну, как бы, насколько это возможно? Какая сеть для этого наиболее приспособлена? Меня вот интересует этот вопрос, давно интересовал. То есть если мы хотим внести, ну, как бы, вот у нас, скажем, проанализированные произведения, например, да, сеть анализирует какое-то количество произведений, а мы хотим внести какие-то правила, например, дополнительные, допустим. То есть отфильтровать результаты, которые уже есть, это же можно сделать, да? То есть это получится, что мы вносим информацию уже другим способом. То есть там мы анализировали, а здесь мы, например, что-то хотим жестко задать. Смотри, вот ты можешь посмотреть на досуге вот такую вот статейку, которая взорвала в свое время интернет и привела к развитию RNN-сетей. И значительно сейчас немножко не то. Ну, короче говоря, где-то вот тут вот. Это у тебя, это твоя страница Фейсбука, да? Это страница, это группа. Группа, да, Generating Music называется группа. Вот. Значит, Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks. Значит, эта статья очень хорошая на самом деле. Хорошо читается, и в ней показывается, как... Ну, то есть Андрей, он показывает, как некоторые нейроны работают. Например, видно, что некоторые нейроны начинают активироваться в конкретных местах текста. То есть, например, в месте урла активируются какие-то нейроны и что-то делают, да? Вот. Вместе там внутри скавычек, там внутри скобок, в конце строки активируются определенные нейроны и так далее. Вот. То есть он как бы таким образом изучает структуру сети, которая уже натренирована, да? То есть это можно сделать и как бы можно вмешаться в этот процесс? Да, конечно, можно вмешаться. Это вообще не проблема. Проблема заключается в другом, что сама по себе сеть, она настолько нелинейна и настолько эти взаимодействия все-таки сложны, что внесение изменений, оно в целом не практикуется. То есть это, как бы сказать, ну, попробовать можно, но к чему это привлекло, неизвестно. Как бы сказать правильно, даже не то, что изменений хочется, как бы правильно это сформулировать, а в каких-то случаях объяснять, почему получается вот тот или другой результат. именно указать на дополнительные зависимости, потому что есть какие-то зависимости, вот я сформулировал, есть какие-то зависимости, которые, наверное, нейросеть найти не может, которые являются важными, я имею в виду музыку в данном случае, но которые, да не только музыку, где что угодно, ну, просто они очевидны, поскольку они являются смысловыми, они очевидны для человека, да, но могут быть невозможны для нахождения нейросетью, или потребуют какого-то фантастического количества, там, примеров или анализов, чего-то и так далее. Нейросеть же не может знать, там, знать, сознанием не обладает. Да, смотри, на самом деле... Как вносить, ну, дополнительные, даже не то, что изменения в конкретно нейрон, а дополнительные связи, зависимости какие-то, которые нейросеть не ношла. То есть, допустим, мы даем какое-то количество произведений, да, для анализа, пускай даже очень большое, а потом добавляем, например, какую-то очевидную идею, или на начальном этапе, может быть, но лучше, конечно, уже когда у нас есть какой-то анализ. То есть, мы видим, что в музыке, которую, например, нейросеть генерирует после анализа другой музыки, там есть какой-то вот недостаток глобальный, да, который очевиден, но который вот не обнаруживается просто с помощью анализа произведений. Насколько я знаю, нейросети сами по себе, они не приспособлены для того, чтобы научить их дополнительно каким-то правилам. Но, как я понимаю, вообще вот проблема того, что нейросеть не находит каких-то связей, является ключевой вообще в работе с нейросетями. И решается эта проблема следующим образом. Либо меняется архитектура сети, и, так сказать, добавляя, например, слои, добавляя нейроны, меняя вообще, так сказать, структуру нейрона, как, например, в случае RNN-LSTM сети, да, меняя затем саму сеть, то есть мы можем решить, что мы хотим работать с другой моделью сети вообще, то есть, например, RNN, не RNN и так далее. Но здесь просто, да, извини, что перебиваю. Здесь проблема в том, что, может быть, если мы хотим вносить, ну, мы анализируем музыку, да, а вносим правила какое-то, там, ну, грубо говоря, вручную, да. Как совместить разные способы? Ну, в принципе, это и то, и другое информация, потому что мы же можем анализировать, например, только правила, да, нейросетью. Это тоже будет нейросеть, которая анализирует просто правила, а не музыку. Ну, допустим, если мы анализируем, там, не знаю, 10 тысяч произведений, да, там, или тысячу произведений музыкальных, а правила вносим одно или два, вот как совместить именно вот, это же какая-то такая, ну, неравноценность получается, то есть, ну, вот мы анализируем произведения, да, без каких-то дополнительных комментариев, допустим, а потом мы берем и хотим сказать, что вот обязательно нужно, чтобы, там, я не знаю, там, было там четное количество тактов произведения, например. То есть, допустим, сеть этого не поняла, например. Или то, что вообще там есть такт, что должна быть организация по тактам, например. Да, давай, давай, я расскажу, смотри. Вот я просто договорю. Ну, во-первых, как бы я рассказал, да, то есть, первое, это как бы там можно поменять архитектуру, выбрать другую сеть. Дальше. Значит, второй подход, ну, это как бы такой подход совсем глобальный, то есть, грубо говоря, он может привести к тому, что если мы попытаемся еще раз там сеть перетренировать, то, может быть, она, наконец, научится делать то, что нам нужно, да. Другой подход, который, на самом деле, более обычно эффективен, это поменять структуру данных, потому что структура данных может быть такова, что сеть вот такого типа просто не может в этих данных найти того, что ей нужно. Примером является структура данных, которой все ноты, ну, вся музыка, например, разделена на 16 доли. И это приводит к тому, что сеть научается повторять ноты, например, да. И вот никак она не может, есть гораздо сложнее, оказывается, выяснять другие взаимодействия между нотами, чем повтор нот. Ну, например, да. Вот. А еще один подход для того, чтобы сеть стала лучше понимать, что происходит, это давать ей штрафы. То есть я уже рассказывал о том, что reinforcement learning может быть применен как независимо от, ну, то есть только reinforcement learning, то есть просто сеть выдала что-то, а мы говорим, это плохо, это плохо. Например, мы говорим, она сгенерировала 5 четвертых, а мы говорим, это плохо. То есть она будет генерироваться 4 четвертых, да. Вот. А также reinforcement learning может быть добавлен к обычному learning. То есть это как может быть комбинированный гибридный learning, скажем так, на основе правил и на основе музыки. Вот. Вот это вот основные подходы, на мой взгляд, которые, собственно, при вот этом data science, то есть при анализе данных и при попытках генерировать музыку, конечно, да, идя к тому, что сеть начинает учиться делать то, что нам нужно, мы как раз вот можем проходить вот эти этапы, то есть менять архитектуру, менять модель данных и, может быть, вводить какие-то дополнительные штрафы. Причем штрафы вводятся в том числе при регуляризации сети для того, чтобы она работала более, так сказать, таким образом, который нам нужен, то есть более простым. Например, вот очень интересным примером являются автоэнкодеры, которые... Вот я показывал автоэнкодеры в каком-то момент, да, когда они сжимают музыку сначала там до трех байт, например, и потом разжимают. Но сжать и разжать-то можно по-разному. И вот один из подходов, скажем так, ну, повышения эффективности автоэнкодера заключается в том, чтобы заставить его делать вот эти параметры независимые, чтобы эти параметры конкретно меняли какую-то часть, так сказать, музыки, чтобы они не делали... Например, двигаешь каждый параметр, и у тебя меняется все. Ну, смотри, я немножко, может быть, неправильно сформулировал. Я думаю, что если провести аналогию, например, да, я имел в виду, что как подсказать нейросети категории, которые она, возможно, не может найти, даже проанализировав очень большое количество музыки. Я такую аналогию провел. Представь себе, что мы анализируем музыку в виде JPEG-изображения нот, например, да? Ведь сколько нам понадобится нотного текста, прежде чем нейросеть, она же должна быть какая-то чудовищно сложная, да? Для того, чтобы она из нотного текста перешла бы к категориям, например, того, что нужно, допустим, доминант септаккорд использовать перед кадансом. Правда? То есть это же очень длинный путь будет. Вообще не факт, что можно его пройти, да? Да, да, это интересный вопрос. Представь себе, что мы кормим нейросеть бумагой, сфотографированной под чуть-чуть разными углами, то есть вначале она начнет распознавать какие-то отдельные элементы, знаки там, черные там на светлом фоне. Потом, значит, это следующий этап, это будет, их как-то надо объединить, понимаешь? То есть это колоссальные затраты, как бы, и, ну, бессмысленные немножко, правда? То есть мы нейросеть кормим там миди-файлом, уже все разжевано, что да, есть отдельные ноты, вот это начало ноты, атака звука. Это миди-файлами мы кормим, а mp3-файлами, ну, mp3-файл даже это лучше, чем нотный лист, правда? Но я имею в виду, что если бы это был нотный лист, то это глупо. И я просто к тому, что есть какая-то аналогия, когда мы кормим просто миди-файлом, или, например, там, ну, как каким-то текстом, там, не знаю, music.xml, там, или чем-то, что вот удобно, то все равно это на самом деле неудобно может быть. То есть мы где-то можем сказать, допустим, мы хотим добавить гармонию. Она не везде очевидна, потому что есть элементы какие-то, ну, то есть мы можем сказать, что здесь вот это гармонические ноты, это не гармонические, это сильно облегчит анализ. Вот такой, например, пример. Да, то есть мы говорим, что вот здесь вот это такая-то анальность, а здесь уже такая, здесь такая. Это даст нейросети возможность упростить, ну, анализ существенным образом, сократить какие-то там затраты аппаратные, программные. Вот как бы это реализовать? Как подавать на вход человеческую информацию тоже, помимо… Ну, так тебе нужно преобразовать. То есть смотри, у тебя такие есть варианты. Либо ты сам преобразуешь информацию в человеческую и подаешь ее, да, то есть, например, ты подаешь не картинки с нотами, а подаешь пьяно-ролл, который уже является гораздо более удобным для нахождения взаимодействий. Либо ты можешь научить нейросеть преобразовывать картинку со скором, то есть с шит-мьюзиком, там, с нотами, да, в пьяно-ролл. И тоже можешь научить так нейросеть. Соответственно, она будет тогда сначала преобразовывать… Ну, вот, да. Если мы… Соответственно, как это к пьяно-роллу добавить грамотно? Если у нас уже пьяно-ролл или миди как СМЛ или миди, как туда правильно было бы внести какие-то, ну, правила или какую-то информацию дополнительную, которая для человека очевидна и которую требуется проанализировать. Потому что, мне кажется, анализировать просто нотный текст, ну, там, я не знаю, пьяно-ролл, тоже, это не очень правильный подход, потому что там не хватает много. То есть, ну, там, точнее, все есть, но просто, ну, как бы… Смотри, нейросеть – это на самом деле просто… Ну, так называется красиво, но на самом деле это просто механизм регрессии или классификации. Вот. То, что ты говоришь, это выходит за рамки статистики. То есть, нейросеть, на самом деле, занимается статистикой. Она выдает некоторое… То есть, она некоторые усреднения делает и так далее. Вопрос заключается в том, во-первых, какую модель данных предложить для того, чтобы нейросеть могла выбрать то, что ты хочешь. То есть, ты говоришь ей, что я бы хотел, чтобы нейросеть могла вот это увидеть. Но чтобы это увидеть, тебе либо нужно ждать просто, пока она это увидит. Возможно, она это увидит, да? Вот. Во-вторых, тебе… Ты можешь ей упростить задачу, если дашь данные в таком виде, где это гораздо лучше заметно. В-третьих, ты можешь ей давать подкрепление, то есть, ее поощрять, в случае, если она начинает двигаться в том направлении, которое тебе нужно. Это reinforcement. Вот основные подходы. Да, вот последний вариант звучит как-то хорошо. Ну да. Вот. Ну, в общем, давай пока самые глобальные дальше вопросы проговорим, потому что тут это, конечно, то, что ты затронул, это ключевая проблема, собственно, нейросетей. То, что они глупые статистические машины. Вот. И как бы научить их, конечно, чему-то очень сложно. Но, тем не менее, вот человек оказывается еще более глупым в том плане, что написать ему… Ну, пока, короче говоря, результаты музыкальной генерации самые лучшие получаются у нейросетей. Вот. Потому что человеку проще все-таки учить машину, чем самому написать программу. То есть ведь нейросеть – это на самом деле просто программа. Просто эта нейросеть, она сама эту программу написала, да? Ну да. Так, дальше что у нас идет? Ну, это я рассказал, это reinforcement. Значит, тут у нас простейший пример LSTM. Но мультистрековая генерация интересная. Вот. Здесь пример, значит, это CNN используется. То есть это вот сеть, которая должна работать с изображениями. Сюда подается пьянорол. Вот. Выглядит это вот так. Я звук отключу. Ну, как бы там результат звуковой не суперхороший. И там сам автор объясняет это тем, что он на вход давал плохие, самые, значит, плохие данные. Вот. И, в принципе, на самом деле озвучено плохо. Ну, не важно. А важен сам подход, что вот таким образом подаются на вход вот эти пьянорольчики. Короче, вот такой пьянорол, по сути, он подается блоками. Вот. А вот это интересный момент начинается. То есть мы сейчас пока не говорили про модель данных. А вот я здесь вот в такую колонку ввел модель данных. И, собственно, вот сравниваю два алгоритма. В одном алгоритме, вот в этом, ну, как бы время развено на 16 ноты. Ну, так чаще всего и делают. Вот. Разделены голоса. И, в принципе, выглядит все... Модель данных выглядит вот так. То есть подчеркивание, да, подчеркивание, это просто повтор... Повтор ноты, да. Нот, да. Вот. Это голоса, четыре голоса. Вот. Это что-то там... Ну, фермата, это сейчас неважно вообще. А это просто бит. Ну, то есть номер такт. Вот. Такая модель данных. Да. А вот совершенно другая модель данных. А где эту таблицу будешь выкладывать, извини, что перебиваю? А я прикреплю ее к этому видео. Ага, хорошо. Вот. А вот это совершенно другая модель, которая основана не на... Скажем так, если раньше мы сейчас говорили про... Ну, короче, разделение вот на эти 16-е там или восьмушки, да. А здесь люди начали пытаться ноты не привязывать к длительности, не делить их, не делить их на кусочки, да. То есть вот элементы данных. Один, два, три. То есть это три слова. Каждое слово состоит из высоты ноты, из ее позиции в такте и из ее длины. Да, это мне гораздо больше нравится. Мы так и делаем, да. Это правильно. Ну, 16-е делить, я считаю, это тупиковый путь совершенно. Ну, я как музыкант чувствую, что это неправильно. Это противоречит, ну, логике музыкальной совершенно. Ну, возможно, да. Ну, в общем, вот это очень важный вопрос. Он до сих пор до конца не решен. То есть все предлагают постоянно новые модели данных. И это, по сути, на самом деле, даже чаще происходит, чем предложение новых архитектур сетей. То есть, ну, по большому счету... Ну, о том и речь, что нужно понять, какие задачи ставить. Потому что не те задачи ставятся. Раз нет хорошего результата, гениального, значит, ставятся не те задачи. Да, потому что, по большому счету, люди используют всего несколько сетей. Это CNN, RNN, автоэнкодеры и обычные probabilities. Это основное то, что используется. А вот с моделями данных у всех совершенно все по-разному. Ну, это с чем еще, я подумал, связано с тем, что просто пока-то человек... Вообще в идеале, конечно, должен быть просто один алгоритм, который генерирует любую музыку. Но поскольку человек не может все это пока осмыслить, он начинает делить это все, структурировать и делать отдельные алгоритмы для решения отдельных задач в отдельном стиле. Ну, это тоже глупость полная, потому что стили связаны совершенно не так, как пытаются их связать. Это, в общем, музыканты об этом хорошо знают обычно. На самом деле, связь между стилями, она заключается не в... Она не хронологическая уж точно, и, в общем, здесь как раз и самое интересное, это проследить разницу между стилями с точки зрения структуры. Когда начинаешь, например, пробовать архивировать, вот, сворачивать это все, ты понимаешь, что, ну, музыка... Одна музыка похожа на другую совершенно неожиданным образом. То есть, можно найти, там, не знаю, ну, какой-нибудь техно и что-нибудь, бах, могут выглядеть очень похоже, например. Практически одинаково в таком абстрактном варианте, если сравнивать именно структурирование. Так что стили – это понятие растяжимое. В данном случае, если мы говорим о структуре, то здесь стили, конечно, нужно разделять иначе. Так, давай завершим сейчас этот обзор, и я покажу пример быстренько и закончим тогда. Давай, да. Ну, тут вот про Дэвид Купа. Кстати, у него очень хорошая музыка, очень хорошо звучит. То есть, кстати, одна из лучших вообще, то, что я видел. Но, к сожалению, вот, как я сказал, эта музыка... Это генерированная. Чисто статистическая такая. Ага, статистическая. Вот. Ну, понятно, да. Ну, в общем, я выложил очень много ссылок. Все их можно посмотреть, достаточно интересно. Сейчас я постараюсь еще пару моментов. Вот этот вот трансформер как раз. Вот еще, например, некоторые используют вообще HTM-модель. Это вообще какая-то модель, придуманная, значит, каким-то профессором, да, вот, связанная достаточно жестко с нейросайенсом. Вот. То есть, бывают какие-то такие местечковые, так скажем, какие-то еще... Ну, не знаю, насколько они местечковые, но так или иначе, вообще какие-то отдельные вот теории, которые тоже применяются. Она ближе всего, на самом деле, к LSTM-у, HTM-модель, но тем не менее... Ну, тоже нейросеть, да. Это не нейросеть. Вот. Это такая алгоритмическая такая штуковина, значит, которая связана с нейросайенсом, но больше с медициной связана, чем с нейросетью. Но похоже в итоге на LSTM. Вот. Потом машину Больсмана используют тоже. Ну, это отдельный разговор, все. Тоже, значит, машина Больсмана – это тоже нейросеть другого типа. Вот. Еще, значит, тут большой простор для работы с исходными MP3-файлами, ну, с исходным аудиосигналом, да. То есть, вот это, например, вот WaveNet проект, дипмайндовский, он работает с исходной вейвформой и пытается что-то генерировать. В принципе, да, генерирует. Ну, да, понятно, да. В общем, как-то он пытается там генерировать звук и звук. Вот. Ну, и еще несколько есть таких тоже подходов, связанных именно со звуком. Но мне они не интересны, насколько это именно с аудио, потому что эти подходы, они как бы больше экспериментальные, чем фундаментальные, на мой взгляд. То есть, они там, ну… Так, изусловно. То есть, они, грубо говоря, там те… Ну, это как раз то, о чем я говорил, кормить бумажками с нотным текстом и ждать, что он будет писать музыку тоже немножко здесь. Да, то есть, нет, в принципе, может, она и будет писать музыку, но… Ну, как бы это разные вещи. Зачем? Если мы можем генерировать нотный текст и из него делать неплохую музыку, есть же программы, уже алгоритмы, которые позволяют работать с фрезеровкой, с аранжировкой и так далее. Я бы сравнил это с тем, что писать оркестровую музыку без нот, то есть, сразу, например, в рабочей станции. Вот, и то, и то… Ну, все равно, когда ты пишешь в рабочей станции, там есть отдельные голоса, там есть… Да, 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 когда ты, да, в рабочей станции хотя бы кнопками работаешь, да, а так ты можешь вообще там сэмплы составлять рядом, которые… Ну, все равно, что да, ну да, то есть, все равно, что писать в рабочей станции, но по вертикали, а не по горизонтали. То есть, писать одну ноту у всех инструментов, потом писать следующий ноту для всех инструментов, но это как-то странно. Это как раз усложняет нам, да, правильно говоришь. Так, РНН мы прошли. Трансформер прошли. Так, это уже пошло. Так, трансформер. Это мы прошли. Так. Ну, это, кстати, алгоритм, на основе которого я написал свой, вот, но он очень простой. Это самый простой алгоритм из тех, что я нашел в интернете, и на самом деле я просто хотел с чего-то начать, то есть, я действительно, мне удалось, в принципе, решить свою задачу, как ни странно, с помощью этого алгоритма. Но моя задача была взять, научить, по сути, сеть двумста правилам, там, генерации мелодии, которые я уже автоматизировал, да, вот. Но при этом не через reinforcement learning, а через, ну, я сейчас расскажу поподробнее. А, вот интересная штука, о которой я не рассказал, сейчас я расскажу. Давай. Это очень классная вещь вообще. Концепция шикарная. То есть, есть такое понятие GAN-сети. Это обязательно надо сегодня рассказать. Значит, смысл вот этой концепции в том, что создаются две сети. Одна сеть генерирует музыку, а вторая сеть проверяет, эта музыка сгенерирована или на самом деле существует. Причем эта сеть, ну, естественно, не сравнивает ее ни с чем. Она просто имеет некоторую интуицию уже. И с помощью этой интуиции она говорит, что-то не похоже, чтобы эта сеть, чтобы эта музыка была похожа на настоящую. Вот. Результат работы такой сети удивительный. То есть, она применена для генерации лиц, и она сгенерила совершенно потрясающие лица. Я сейчас покажу, кстати, такой сайт прямо. Вот такой сайт. Ну, значит, он выдает фотографии людей, которых не существует. То есть, это фотографии, сгенерированные с помощью GAN, тут написано как раз, с помощью GAN-сети. Вот. На самом деле, если присмотреться, видно, что в этом сгенерированном человеке есть проблемы. То есть, ну, в данном случае, например, это вот здесь вот ненатуральная генерация. То есть, что-то там пытался алгоритм нагенерировать, но у него не получилось. Вот. Ну, вот здесь, например, все более-менее нормально. Вот. Здесь вот с очками. Ну, с очками у него всегда проблемы. Вот. И с бровями, да. То есть, как бы, ну, что-то не то, да. Шапка какая-то непонятная. Вот. То есть, в принципе, она как-то генерирует. Но не всегда это получается, конечно, хорошо. С ушами там часто проблемы. Здесь, на самом деле, довольно странная прическа. Вот. Но так или иначе, на самом деле, если так не придираться, да. Это он на ходу генерирует или это готовые фотографии? Это я не знаю. Вот. Не нравится. Да. Ну, я думаю, что, на самом деле, наверное, не на ходу. А может быть... Ну, я не знаю. То есть, тут, на самом деле, знаешь, это от архитектуры зависит. Вообще, скажем так, как только сеть натренирована, я думаю, что уже достаточно быстро она может генерировать. Ну, в общем, короче говоря, вот такая штука. И ее, в принципе, можно применять для музыки. И ее применяют для музыки. Вот. Но, конечно, не с такими бюджетами, как здесь. То есть, это просто... Ну, понятно, да, здесь, конечно, да. Вот. Да. Вот Music Generation with Gun, в принципе, какой-то есть. Я не помню, как это звучит. А, ну, вот что-то есть. Да, такое. Да, что-то. Тут какая-то фигня, да? Тут какая-то фигня, да. А вот RNN. Тоже какая-то фигня. Ну, то есть, короче говоря, тут еще такая проблема, что я вот вижу много статей в интернете, например, посвященных генерации музыки. Но мало кто подходит, на самом деле, серьезно к результатам. То есть, ну, что... Ну, да, не математически подходит к результатам. Скажем так, результат нужно хотя бы озвучить хорошо. Вот, например, идеально, когда результат играет человек. То есть, когда... Нет, не идеально. Человек может все что угодно сыграть хорошо. Я не считаю, что это... Не считаю, что это честный подход. Музыкант может скомпенсировать. Дело в том, что... Вот, опять же, это важный момент, который нужно учитывать. У музыканта есть агодика. У музыканта есть способность, способность чуть-чуть сдвигать каждую ноту вперед-назад, играть чуть-чуть громче, чуть-чуть тише. И на любую самую кривую структурную матрицу, которую создал компьютер, можно ее скомпенсировать, наложить, так сказать. Есть такая легенда про Паганини, извини, что отдаляюсь от темы, когда он пришел играть концерт с каким-то случайным пьяницей, с которым он только что познакомился, который деталист вроде бы. И который еле-еле играл, там два аккорда, и был бухой совершенно, практически падал со стула, и публика собралась уже было уходить, а он стал играть на скрипке вместе с ним и оплел все, что он дергал, оплел такой импровизацией, что это выглядело как гениальный дуэт. Так что играть должен тоже компьютер, это мое мнение. Тут очень сложный вопрос, потому что на самом деле... С одной ноты произведения написать, оно будет все равно хорошим, если его хорошо играть. Не, просто понимаешь, ты, конечно, правильно сказал, но это не означает, что нужно, чтобы компьютер с помощью своих медишных каких-то звуков плохих, да, пытался... Звуки пускай будут хорошие, пускай будут там синтезаторы какие-то, там VST и так далее, это понятно, но метр, время должно быть то, которое компьютер генерирует, потому что дополнительного смысла не должно накладываться, я считаю. Но это уже как бы вопрос отдельный. Нет, вообще я согласен, что в идеале нужно озвучить с помощью тоже компьютера, но вот как у меня делается в Art Infuser Studio, собственно, она подходит так, что... Ну, в принципе, сама пытается сделать такой звук, который будет приятен для звука человека. Вот это хорошо. А без этого, на самом деле, очень сложно слушать, что они там нагенерировали. Да, правильно. Вот. Так, ну все, мы пока, наверное, на этом остановимся, теперь я коротко покажу. Продолжение следует...